Словно корабль, плывущий по волнам надежды и веры, город Сочи устремляется в свое счастливое будущее. Сцена Зимнего театра стала импровизированным бортом корабля. За штурвалом мэр Анатолий Пахомов отметил, что в жизни курорта важен каждый человек, от простого рабочего до руководителя. Ведь именно совместная работа на благо родного города ведет к успеху. В жизни нашего любимого города Сочи происходит множество масштабных событий. Практически еженедельно в городе проходят крупные всероссийские международные мероприятия. Спортивные, культурные, деловые. И во многом от их подготовки и проведения чистоты и благоустроенности города, атмосферы гостеприимства, которые мы создаем с вами, напрямую завесит престиж нашей Родины. В день города, подчеркнул Анатолий Пахомов, принято дарить подарки. 39 сочинских врачей, учителей, работники отрасли культуры, молодежной политики, сотрудники правоохранительных органов получили ключи от квартир. Помимо материальных поощрений, лучшие мастера своего дела получают главную награду – признание сочинцев. Торжественная церемония награждения началась с присуждения звания почетных гражданин города. Золотые памятные значки, ленты и удостоверения получили руководитель сочинского мясокомбината Нина Барская и заслуженный врач России, возглавляющий санаторий «Правда» Валерий Скляренко. В этом году на курорте учреждена и книга почета. В нее уже внесены больше десяти имен. Это известные в городе руководители организации, учителя, врачи, ветераны, а также работники культуры и журналисты. В историю города вошли первый диктор сочинского телевидения Алла Журавлева и автор программы «Однажды в городе» на телеканале ФКТ Людмила Ищенко. На сцене Зимнего театра свои награды за трудовые успехи получили более 20 человек. Подвели и итоги городского конкурса профессионального мастерства. По его результатам определены лучшие банкиры, строители, тренеры, врачи, инженеры, повара и работники социальной отрасли. В туристической сфере отметили работу Аванессы Роганяна. Такого рода мероприятие, когда нас отмечают, когда обращают у нас внимание, конечно, помогает нам реализовываться и развиваться дальше. То есть к чему-то стремится ставить новые планки, новые цели и достигать их. Без помощи города добиться результата в работе было бы трудно, отмечают практически все специалисты. В прошлом году водитель автобуса первого класса Андрей Муселимян стал лучшим водителем в крае. Теперь его выбрал город. Чувство, конечно, замечательное. Водителей очень много. И всего из этого количества получил это место я. Выбор был честный, я думаю, люди сделали свой выбор. Я рад безгранично. В нашей успешной работе, конечно, помогает город, обеспечивает нас техникой. И мы очень рады, благодарны городу за эту помощь. По результатам конкурса, который проходил на сайте change-sochi.ru, звание лучшей профессии получила и заведующая женской консультацией врач-акушер 4-й городской поликлиники Анна Бондаренко. Хотелось бы поблагодарить за поддержку, в первую очередь, наших пациентов, за высокую оценку нашего труда, за оказанное доверие коллег, благодаря которым мы всегда стремимся стать лучше. Свои награды также получили лучшие воспитатели, ресторатор, учитель и ведущий. Мэрия намерена такие конкурсы сделать традиционными. Ведь главная награда и стимул для специалиста – искренние слова «спасибо». «Вы лучший» от своих же земляков.